Всем привет! Все вы знаете представителей рыб, а также аквариумных рыб, но не каждый из вас знает, какую нишу они занимают среди животных. Давайте разберемся с этим. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и погнали! Итак, мы продолжаем с вами изучать тип хордовых и сегодня мы с вами рассмотрим первого представителя высших хордовых существ. Итак, к этому типу высших хордовых существ относятся под тип это черепные. И первое представители это, конечно, будет хрящевые рыбы класс и класс костных рыб. Предлагается классическое изучение строения рыб и вообще изучение наших двух классов хрящевых и костных рыб на примере костных рыб, потому как они являются теми самыми звеньями для дальнейшей сложной эволюции. Итак, сегодня мы рассмотрим, значит, общее строение рыбы и начнем мы с того, что обозначим все ее структуры. У рыб есть голова, туловище и плавники, плавники, хвост и так далее. Значит, кроме этого, у рыб присутствует боковая линия, это орган чувства. Этот орган чувства позволяет рыбам чувствовать вибрации в воде, так как там, где они располагаются, есть достаточно много различных колебаний и движений. Таким образом, рыба может понимать приближение или отдаление каких-то объектов, то есть или наличие каких-то рядом с ее объектами. Дальше, мы должны с вами будем рассмотреть строение головы, да, то есть и первое, что мы можем увидеть, это глаза. Глаза уже у рыб непосредственно по строению схожи со строением человека. Конечно, там есть некие нюансы, но тем не менее они имеют такое же строение, как человек. И являются органом чувств, то есть с помощью глаз они видят и пытаются различать цвета и так далее, и объекты, которые окружают их в округе. Значит, следующее, что мы с вами можем увидеть на голове, это жаберную крышку. Жаберная крышка играет ключевую роль в дыхании рыб. О этом чуть попозже мы поговорим. И остаются у нас плавнички. Вот здесь очень важно. Дело в том, что чаще всего, если вы будете сдавать какие-то экзамены и так далее, вас будут спрашивать, какие из них парные, какие из них не парные плавники и так далее. Так вот, есть брюшные плавники, они парные как раз-таки. У нас есть еще грудные плавники. Значит, вот брюшные плавники, есть грудные плавники, они тоже парные. А вот что касается хвостового плавника, а также анального плавника, то они у нас не парные плавники. И последние плавники, которые есть еще у рыб, это непосредственно спинные плавники. Их бывает два, бывает меньше, бывает один сросшийся полностью. Иногда бывает он даже не значит кистеперы такое непосредственно, а бывает, допустим, как у горбуши, да, то есть он мягенький такой, состоит практически жировой ткани вырос. Итак, это что касается внешнего строения рыб. Теперь мы перейдем к с вами изучению внутреннего строения рыб. И начнем мы с того, что мы поймем, что же такого интересного у всех наших представителей, а именно всех типов хордовых о наличии скелета. Итак, так как и предыдущий раз мы говорили о том, что у рыб есть голова, туловище и хвост непосредственно, то мы должны с вами посмотреть, как устроен скелет. Предыдущие представители, да, которых мы с вами изучали, это беспозвоночные, те же насекомые, у них были скелеты, располагались на поверхности и называли их экзоскелетами. Здесь же скелет располагается уже внутри, так же, как и у нас с вами непосредственно. Итак, первое, что нам бросается в глаза, это огромные массивные кости черепа. Да, действительно, они очень большие, их много, и эти кости иногда даже выступают на поверхность, да, непосредственно. Предки костных рыб были такими очень большими и очень мощными панцирными рыбами, которые бразили наши океаны, непосредственно были особыми хищниками, особыми, значит, такими машинами, условно, для поедания плоти. Если бы они до сих пор выжили и плавали бы среди наших рыб, то, наверное, у нас не осталось бы ни одного кита и ни одного дельфина, потому что они бы точно их бы съели. Вот. Что касается строения, то, смотрите, у нас есть челюсть. Впервые появляются подвижные челюсти. Значит, причем, обратите внимание, что верхняя кость челюсти, она тоже двигающаяся немного, не до конца. Однако, все равно считается и полагается, что только нижняя челюсть у нас подвижна, все остальное неподвижно. Также есть наши жаберные крышки непосредственно здесь же. И обратите внимание, что, значит, от головы сразу же начинает идти строение позвоночника. Внутри позвоночника располагается полость, по которой продвигается непосредственно спинной нерв или спинная нервная трубка, так называемая, в которой находится нерв. Это непосредственно выше центральная нервная система, так называемый спинной мозг. В верхней части черепной коробки располагается головной мозг. Итак, дальше у нас появляются зачатки ребер. Непосредственно от росточки, остистые формы позвоночника начинают напоминать нам с вами ребра. Но ребра не замыкаются на брюшной части, так как, допустим, это делают у нас у млекопитающих или других представителей непосредственно. Обратите еще внимание, что все плавнички, да, то есть непосредственно имеют тоже костные какие-то основания внутри структуры самого тела. То есть это повышает их движение, то есть крепление и плотность. Также у нас есть тазовый пояс, который располагается недалеко, кстати, от головы. Это наши родоначальные эволюционные процессы, приведящие к образованию тазовых костей непосредственно. Также мы видим с вами небольшую часть, она очень маленькая, так называемая лопатки. Вот, и вот здесь вот мы видим выступ небольшой кости, которая называется, значит, каракойд. Да, каракойдов мы еще с вами встретимся в дальнейшем изучении других представителей хордовых, да, пока вы должны понимать, что они существуют уже на данном этапе. Итак, что касается строения черепа, что касается строения тела, костной части мы с вами изучили. Теперь мы перейдем с вами к изучению более чего-то внутреннего, да, и предлагается изучать всегда с нервной части. Итак, как основная часть непосредственно всех хордовых это строение нервов, то мы должны с вами рассмотреть. Значит, в первую очередь, в нервной системе у всех типов хордов выделяются две основные, это центральная и периферическая. Еще иногда и называют вегетативно. Итак, к центральной нервной системе у нас относится головной мозг, это вот этот сгусток, значит, непосредственно нейронов в голове, и спинной мозг непосредственно. Головной мозг мы будем рассматривать с вами сейчас на строение более увеличенным. И здесь мы сразу должны будем выделить с вами строение передней, значит, доли непосредственно мозга. В эволюционном случае это будет наша лобная доля в дальнейшем. Дальше у нас есть с вами еще одна часть, называемая так, срединный мозг, да, у него есть множество бугорков, которые отвечают за разные практические процессы. Допустим, вот зрительный бугорок находится сверху рыб, а снизу также есть, значит, бугорок, который отходит от глаз непосредственно. Значит, дальше смотрим, что получается у нас. Есть такой промежуточный красный такой участочек, он называется мозжечок. Именно эта часть потом в дальнейшем эволюционирует о понимании мозжечка, который существует у нас с вами. Итак, с нижней части мозга распродвигается промежуточный мозг, и вот здесь вот последняя часть, это продолговатый мозг. От него отходит, значит, окончание, которое уходит в спинное строение, да, спинного мозга и так далее. Таким образом он соединяется через продолговатый мозг с спинным. Роль каждой непосредственно участка мозга, да, то есть отводится так же, как и у нас с вами. У нас есть зрительные зоны, у нас есть обонятельные зоны и так далее. Эти зоны говорят о том, что именно в этих частях происходит обработка полученной информации и реагирование на эту полученную информацию. Если мы с вами способны мыслить, а как ученые утверждают, что наше мышление располагается преимущественно в лобной части, здесь же находится центр памяти и так далее, то у рыб эта часть тоже присутствует. Но мы можем с вами увидеть очень интересный случай, когда передний мозг, да, имеет такой вот выступ, и этот выступ относится к обонятельной части. То есть можно сказать, что они думают запахами непосредственно. Но это действительно не так. Вот это просто видоизмененная пока структура мозга, которая преобразуется в дальнейшем в наш. Итак, что касается периферической нервной системы, непосредственно у передовых представителей хордовых, да, то есть она также хорошо развита, она отходит во все стороны тела самой непосредственно рыбки. Обратите внимание, что нервные окончания выходят даже в хвостовые отделы. То есть если какое-то будет повреждение хвостов, они будут тоже чувствовать, то есть боли и так далее. Что касается строения периферической нервной системы, обратите внимание, она примерно такая же, как и само строение скелета. То есть где-то недалеко проходит вместе с скелетами, мышечной тканью по всему телу рыбы непосредственно. Итак, это что касается строения нервной системы. Существует также еще отличительная особенность всех хордовых, это строение сердечно-сосудистой системы непосредственно. И здесь очень интересно. Дело в том, что все хордовые у нас представители, они являются как раз-таки замкнутой кровеносной системой. И в частности, всегда у них делятся круги кровообращения, то есть появляются какие-то определенные круги кровообращения. Но у рыб это еще немножко другое строение, они как бы являются нашими первыми представителями такими разветвленной кровеносной системы, что приводит их к какой-то простоте. Итак, тут очень важно понимать, что рыбы устроены таким образом, что сверху кровь, насыщенная кислородом, должна перетечь через какие-то капиллярные системы, через строение всяких органов, при этом насытить кислородом и питательными элементами все эти ткани непосредственно, и перейти в венозную, собраться где-то в сердце, отправиться в жаберные структуры, там она обменивается кислородом на углекислый газ непосредственно, и дальше начинает циркулировать. Итак, давайте рассмотрим эти все круги кровообращения и поймем, как ожение устроено. К примеру, мы можем рассмотреть сначала мышечную ткань, то есть здесь располагается мышечная ткань непосредственно наших рыб и пищеварительная система. Значит, мышцы насытились кислородом, насытились питательными веществами и отдали продукты метаболизма обратно в кровь. Эта кровь уже будет называться венозная непосредственно и отмечается на всех представлениях и схемах в виде синего цвета. Это для простоты понимания курса и движения крови непосредственно. Ну, в теории и в практике, если рассматривать действительно эти две крови, то можно, в принципе, это увидеть. Кстати, мы можем с вами лицезреть на своих руках тоже венозную часть нашего тела. Она более темнее непосредственно, что и придает вот такое разделение биологам на два цвета кровеносную систему. Итак, в этой части венозной движется кровь с продуктами метаболизма. В частности, продукты метаболизма, те, которые являются там мочевиной или мочевой кислотой, они оседают там в почках непосредственно, почки их фильтруют и удаляют эти продукты ненужные. Значит, что касается других компонентов метаболизма. Дело в том, что когда мы с вами непосредственно питаемся какими-то углеводами, а в частности, если это моносахариды какие-то непосредственно, то мы используем это в энергетическом обмене. То есть мы разрушаем глюкозу до перуватов и получаем с них энергию. Ну, так называемый цикл Крепса. И сам непосредственно этот цикл вырабатывает большое количество АТФ и побочного продукта в виде углекислого газа. Для того, чтобы этот углекислый газ ушел из нашего тела и не производил какие-то другие метаболиты, то есть в нашем теле, используется кровь. У рыб то же самое. Они потребляют какой-то продукт питания, расщепляют его, используют это в энергию и удаляют продукты газообмена из своего тела путем насыщения венозной крови углекислым газом, за счет чего, собственно, и кровь меняет цвет, она становится более темной. Эта кровь направляется, значит, в разные направления. Первое направление, она может, конечно, пойти дальше непосредственно по венозной части, но в частности за счет тока движения крови она двигается к сердцу непосредственно. Здесь происходит то же самое, но немножко отличительное между собой. Дело в том, что здесь, значит, артериальная кровь приносит кислород. Кислород разливается вместе с кровью непосредственно по всем тканям пищеварительной системы. Там происходит насыщение дополнительным питательным компонентом и переходит в венозную структуру. Однако эта венозная часть уже несет питательную базу, достаточно обогащенная питательными компонентами, однако без кислорода, но тоже направлена к сердцу. Головной мозг также работает, но тут немножко другая структура. Здесь он потребляет все сразу и выплескивает из своих структур тканей все, что ему не нужно в венозную часть, и все это направляется к сердцу, к единой системе. Итак, как же работает сердце? У сердца есть один вход, это венозный вход. Вена падает в предсердие непосредственно. В предсердии наполняется, той дозой наполняется предсердие кровью, которая необходима для желудочка. Здесь есть клапаны, которые закрываются. И сердце работает по принципу груши. Вот я думаю, что каждый из вас уже ходил и сдавал анализ крови из пальца, и все видели у медиков такие специальные груши. Их нажимают, создается разряженное пространство внутри этой груши, и затем они прикасаются к нашему порезу и разжимают. И что происходит? Все, что находится дальше по пипетке, то есть допустим тот же воздух, та же кровь, если она соприкасается с поверхностью пипетки, начинает потребляться внутрь, то есть натягивает практически все, то есть втягивает себя. Тут то же самое. Сердце, желудочек сердца непосредственно, он сжимается и выталкивает всю кровь, которая находится внутри этого желудочка. Затем клапаны, где происходит движение, перекрываются непосредственно, и открываются клапаны предсердия непосредственно. И в открытии клапанов предсердия и желудочка происходит ток крови в желудочек. Затем они опять закрываются, открываются клапаны дальше движения, и кровь под давлением двигается дальше. А куда же она дальше двигается? Дело в том, что она дальше двигается по вену непосредственно. А двигается она следующим образом. Кровь попадает от желудочка сердца в жабры. В жабрах через капилляры кровь начинает насыщаться кислородом. При этом она выбрасывает углекислый газ через те же капилляры непосредственно. И кровь, обогащенная уже кислородом, переходит в другую капиллярную систему и затем попадает в артериальные сосуды. Из артерии она движется вверх. И обратите внимание, сразу же есть отдельные артерии, которые ведут в головной мозг. И вся артерия располагается сверху над хордой. То есть она питает как будто бы всю нервную систему рыбок наших непосредственно кислородом. Отдельно есть такая же большая вена, которая уходит в органы. Итак, рассмотрим теперь с вами внутреннее строение рыб. То есть непосредственно пищеварительная система, выделительная система и так далее. Что здесь интересно стоит отметить? Первое, что у рыб есть ротовое отверстие, через которое они едят. То есть непосредственно у некоторых есть зубы, у некоторых их нет зубов. То есть есть у них губы непосредственно. Но также имеется язык. Это один из органов чувств. Дальше располагаются жабры непосредственно. И за жабрами вместе в структуре входит это пищевод. Сразу же затем располагается желудок за этим. И кишечник, который заканчивается анальным отверстием непосредственно. Которое называется еще клакать. Итак, что же здесь интересного такого? Дело в том, что рыбы не умеют жевать. В принципе, вы можете смотреть страшные истории про акул. То есть как они откусывают куски мяса от своих жертв и так далее. Но они откусывают, но не жуют. Они могут мотать головой и так далее. У них нет рецептора, чтобы... Точнее нет структур мышечной ткани для того, чтобы... И костной ткани для того, чтобы производить процесс жевания. Поэтому все куски, которые они способны проглотить, они их проталкивают вовнутрь. Дальше работает пищеварительная система. То есть именно желудок. В желудке присутствуют различные ферментативные компоненты. Так как у рыб есть поджелудочная железа. То есть даже панкреатиновая железа. Практически такая же, как и у человека. Там тоже выделяются пептиды, которые участвуют в пищеварительной системе. Затем идет долгая пищеварительная кишка, которая практически направлена на то, чтобы все питательные компоненты, в результате чего получено пищеварение, всасывались в кровь. Затем все продукты метаболизма выбрасываются в открытую какую-то среду. Да, непосредственно. Что же интересного здесь еще есть? Да, дело в том, что у рыб появляется печень. Мы с вами встречались ранее уже с печенью, допустим, у головоногих, брюхоногих, двустворчатых моллюсков. У них тоже была печень. Но вот у рыб она более совершенна. И уже плюс-минус похожа уже на наши процессы. Зачем нужна вообще печень? Ну, печень в первую очередь нужна для того, чтобы фильтровать, значит, те компоненты, которые приходят из нашего непосредственного кишечника, да, то есть в кровь попадают. То есть если рыбка съела что-то очень отравляющее, то этот отравляющий компонент может проникнуть в кровь непосредственно и отравить центральную нервную систему, к примеру. И чтобы этого не произошло, печень в первую очередь должна очистить это все. Естественно, все продукты, которые печень очищает, она какого-то должна это деть. Ну, не накапливать же в себе. Соответственно, есть желчные пузыри непосредственно. Дальше, смотрите, помимо этого всего структуры, мы видим с вами сердце. Роль сердца мы уже говорили с вами, да, то есть оно разносит питательные вещества и кислород, а также кислогаз удаляет из тела непосредственно. И также мы можем с вами рассмотреть, что есть мочевая система, то есть мочевое отверстие. Если есть мочевое отверстие, значит, что существуют почки. Почки играют роль в виде таких фильтраторов. Они фильтруют кровь от продуктов вторичного метаболизма, да, то есть или продуктов распада органических соединений, да. В частности, если это животные, да, то есть, соответственно, это мочевая кислота, мочевина и азотистые какие-то другие соединения, включая, если уж говорить уже о более высоких структурах, то это, скорее всего, будет ещё соль, да. Но чаще всего это поваренная соль, натрий хлор или хлорид натрия. Значит, всё это и излишки воды, да, то есть удаляются через мочеиспускательные каналы и мочевое отверстие. Значит, существуют почки. Ну, почки не классические, как для нас понятие, да, там, бобовидные формы, там, имеющие несколько строений, там, нефроны и так далее. Здесь всё достаточно проще. Почки представлены ленточной формы, да, располагаются внутри органов рыб. Если без какой-то подготовки вы попытаетесь найти их, скорее всего, вы их даже не найдёте. Они очень похожи на печень в структурах, вот, имеют даже одинаковый цвет, поэтому поиск печени и почек у рыб занимает достаточно долгое время при изучении натуралистическим. А дальше мы можем с вами увидеть таким розовым цветом, под названием плавательный пузырь. Это особенное, значит, исключение. У рыб появляется такой мешочек, который заполнен кислородом, и этот мешочек позволяет рыбам плавать. Принцип действия этого мешочка такой же, как и у нас с вами, если мы не умеем плавать. Мы одеваем с вами спасательные всякие костюмы, да, непосредственно, особенно, допустим, эти на рукавники, которые накачаны воздухом, и плаваем на поверхности, да, благодаря этому спасательные круги также работают и так далее. Для чего же он нужен рыбе? Неужели они боятся утонуть? Нет, дело в том, что рыба не может постоянно находиться в движении. А для того, чтобы продолжать активный жизненный цикл, ей нужно располагаться в разных слоях воды, да, то есть непосредственно, в которой она обитает. Для того, чтобы это осуществить, нужно два фактора. Либо постоянно двигаться, что делают, в принципе, акулы, да, для того, чтобы не умереть, либо же, значит, обзавестись таким вот непосредственно плавательным пузырем, который позволит им замирать на определенных слоях воды. Каким образом? Значит, если туда накачать больше кислорода, то рыба, конечно, поднимется ближе к поверхности воды и может замереть там на долгое-долгое время, да, в принципе, даже не двигаться в этом случае. А если ей нужно опуститься куда-то пониже, то, соответственно, из этого плавательного пузыря будет выкачиваться кислород и тем самым произойдет разряженная среда бескислородная и, соответственно, тяжесть рыбы начнет ее опускать вниз. Таким образом, они регулируют свое расположение и могут зависать в определенных слоях, при этом не прилагая никаких мышечных усилий для этого. Что касается хрящевых рыб, допустим, те же акул, да, у них нет плавательного пузыря и используют они для этого свою печень. Печень очень много запасает жиров, да, и жир сам по себе, который содержится в печени акулы, да, позволяет ей тоже роль выполнять, что, в принципе, плавательный пузырь у наших костных рыб. Ну и последнее, что здесь располагается, это яичник, то есть там, где находится икра. Иногда вы можете найти здесь сперменики, да, то есть непосредственно, где располагаются так называемые, в народе называемые молоки. Итак, это все, что интересно. Самое интересное в том, что состоит еще в оплодотворении, да, или в цикле размножения рыб непосредственно. Дело в том, что рыбы сами по себе, это, значит, существа, которые являются разнополыми. Да, конечно, среди них встречаются такие эксклюзивы, которые имеют гемофродитное строение, но в большей степени они, конечно, являются разнополыми, то есть мужское и женское строение. Так вот, рыбы являются по типу оплодотворения не внутренним, а наружним, да, то есть они оплодотворяют свои икринки непосредственно вне своего тела. Вы можете, конечно, задаться вопросом, а как же, допустим, гупи, да, или те же акулы, да, они же как бы вроде бы живородящие, да, то есть в кавычках живородящие, а родить могут только, наверное, млекопитающие. Что же здесь так происходит? Дело в том, что у них появляется вот этот непосредственно яичник, он становится временным резервуаром содержания икры. Дело в том, что сама по себе икра, это, значит, яйцеклетка с ядром оплодотворенным, да, и в котором находятся все питательные компоненты, да, то есть у этого яйца. Очень интересно то, что в отличие от тех существ, которые могут рождать, а я имею в виду сейчас млекопитающих, да, то есть у них есть плацента, да, в которые поступают все питательные компоненты из тела матери, то у рыб такого нет. Икра имеет ограниченное питание, да, то есть все, что необходимо для того, чтобы создать головастика, да, или так называемую личинку, которая потом может спокойно плавать в просторах воды и развиваться в более сложное существо. Вот, так вот, эти процессы ограничены. Даже если, в принципе, вы возьмете тех же гуппи, да, то есть распространенных аквариумных рыбок, у них распространено живорождение. Все икринки развиваются в этом мешке, и когда приходит время, значит, скажем так, вылупления этих личинок, они начинают выпадать из этого мешка. И прежде чем коснуться дна, каждый из этих икринок раскроется прекрасного маленького свободного головастика, да, или свободную личинку. Об этом мы сейчас и поговорим. О цикле развития непосредственно рыбок. У меня здесь такая вот интересная картинка, да, которую мы с вами рассматриваем. У нас есть две рыбки. Мама и папа, да, условно, так их назовем. Значит, мама метает икру. Чаще всего рыбы могут метать икру на камни, на водоросли различные, если это ничтые водоросли, или же на водные растения. Затем рыба, которая относится к мужскому полу, проплывая, она может либо пронизываться через эти все структуры икры, либо же сверху поливает ее спермой. Дальше что происходит? Вот оплодотворение яйцеклетки, они же иклинки, начинают, значит, развиваться после оплодотворения и получают у нас там все стадии, там зиготы, да, там у нас есть и бластулы, так как это хордовые. Мы будем говорить отдельно о развитии хордовых, как они переходят от, значит, зиготы до бластулы, да, то есть непосредственно затем она станет гаструлой, нейрулой и так далее. Это будем еще изучать с вами. И вот, смотрите, у нас уже есть зародыш в иклинке, он же напоминает какую-то структуру своей непосредственно рыбки, да, и затем зародыш из рыбок, да, то есть превращается в такой вот свободно плавающий зародыш. У него еще нет пищеварительной системы, у него нет никакой выделительной системы. Вместо этого желток или то самое ядро, которое находилось в икре, является частью его тела. Это так называемые свободно плавающие личинки или свободно плавающие зародыши. Затем это непосредственно желточное тело превращается в органы, и это становится истинной личинкой, да, то есть непосредственно нашим мальком. Дальше мальки начинают развиваться, более структурные формы, более совершенных мальков, и мальки переходят опять же в взрослую стадию. Таким образом происходит цикл развития рыб непосредственно. Ну и давайте рассмотрим еще с вами строение дыхания и строение жабр. Значит, строение функции жабр, да, жабры здесь играют основную роль. Дело в том, что там, где обитают рыбы, очень мало кислорода. Но он все-таки есть. Для того, чтобы добыть кислород, его нужно отфильтровать от, допустим, молекул воды. Как это происходит? Дело в том, что когда рыба происходит в кавычках процесс дыхания, она нагнетает воду через ротовое отверстие и выпускает за жаберными крышками часть. За жаберными крышками или под ними располагаются жабры. У жабр все очень просто по строению. Их есть жаберные лепесточки, на которых и происходит основной процесс газообмена. И они же крепятся на жаберные тычинки или жаберные дугу. То есть это такая более плотная структура, на которых располагается вся часть. Если вы будете рассматривать, допустим, жабры-щуки, которая обитает в наших водоемах, то там еще могут встречаться зубы непосредственно. И что касается движения воды, давайте рассмотрим. Вот оно попало через ротовое отверстие. Дальше вода распределяется вдоль всех этих жабер непосредственно. Жаберные лепестки уловили наш кислород, выдали туда углекислый газ. При этом обратите внимание, что когда идет нагнетание воды через ротовое отверстие, то жаберные крышки закрыты. И сами непосредственно они немножко раздвигаются в сторону. Таким образом происходит разрежение внутри этой полости и нагнетание воды из ротового отверстия. Затем ротовое отверстие закрывается, жаберные крышки смыкаются, создается давление внутри. И под циклом этого давления открываются за жаберными крышками отверстия, через которые и удаляется вся вода. Тем самым происходит газообмен. То есть такое своеобразное дыхание. Если вы хотите знать больше о экологии распространения рыб, а также о эволюционных особенностях, о их цикле жизни, где они обитают и как они хотят себя вести в воде непосредственно, приходите к нам на занятия, мы все это вам с удовольствием расскажем.